Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и у нас с вами есть тема для кофе-толка. И толковать мы с вами сегодня будем на окололитературную тему, которая немножко коснулась лид-процесса в 2020 году, в самом начале года. И я вам напомню, если что, если вдруг вы ранее не сталкивались с моей этой рубрикой, в кофе-толкованиях мы просто обсуждаем какие-то определенные темы, связанные с книгами, с литературой, с книжным, с писательским миром. И это та рубрика, к которой я не очень-то сильно готовлюсь, то есть я не провожу работу с какими-нибудь критиками литературными. Нет, я просто высказываю то, что я думаю, и в рамках этого такого онлайн-диалога с камерой также пытаюсь в своей голове сформировать определенные мысли. То есть у нас с вами просто обычный диалог за чашечкой чая, или в моем случае кофе, пока у меня кофе будет остывать, я вам, собственно, и расскажу, в чем весь сыр-бор. Артемий Лебедев, знаменитый и самый первый дизайнер на Руси, также который является магистром троллинга, буквально профессором мата, вдруг решил коснуться литературы. В своем телеграм-канале этот знатный голубоволосый прекрасный тролль обозначил некоторые тезисы. Я вам сейчас на экране вставлю скрин из его телеграм-канала, не буду все зачитывать, просто скажу, что парочка абзацев самых первых вызвали у меня, ну, некоторое удивление. Да, я отдаю себе отчет в том, что Артемий тролль, очень знатный, очень смачный, буквально как тролль вырвавшийся. Эй, дурная башка! Из фантазии Джоан Роулинг, но все-таки тема для обсуждения интересная, потому что как бы не троллил любителей почитать Артемий, все-таки есть люди, которые также являются приверженцами этой мысли и того утверждения, что художественная литература сегодня мертва. И тут же, буквально во втором абзаце, Артемий дает нам второй тезис, когда говорит, что вообще-то художественную литературу он давно не читал, и она ему просто-напросто неинтересна. И в моей голове сразу возникло две мысли. То есть, первое. Эй, с чего ты взял, что художественная литература мертва? Если ты не в курсе, если ты не следишь за новинками, если ты не читаешь, не знаю, Дни Савелия, Служителя, или с работами Водолазкина не знакомишься. И в целом, просто не интересуешься художественной литературой, это абсолютно не значит, что худ лит сегодня, в 2020 году и в 2019, соответственно, тоже мертв. И просто лапками такой дрыгает-дрыгает и находится в агонии. Это не так. Сама фраза «мне неинтересно» для меня лично является очень даже большим аргументом. Лично мне неинтересна современная фантастика и фэнтези. Об этом я снимала отдельное видео, сейчас на этом акцентировать внимание не хочу. И не буду, что тоже является аргументом. Но, все-таки, если вам что-либо неинтересно, это не значит, что нужно заставлять себя делать то, что вам, извините за тавтологию, неинтересно. И мне кажется, это примерно так же нелепо, как если бы какая-нибудь девушка или, быть может, ваша бабушка заявила, что «ах, мне неинтересны компьютерные игры, мне неинтересно, что там будет дальше в Assassin's Creed». Ну, это значит, что компьютерная индустрия сегодня мертва. Ну, естественно, те люди, которые разбираются в той сфере, которые находятся в процессе формирования этой сферы в современный период времени, тоже как-то тавтологично звучит, но не суть. И, естественно, они будут сопротивляться таким утверждениям, потому что это не является правдой. Но, все-таки, неинтересно. Этот аргумент для меня является привилегированным, можно даже так сказать, потому что, действительно, если вам что-либо неинтересно, заставлять себя не нужно. Я вообще являюсь пропагандоном той мысли, той философии, что да, если вам, например, неинтересна война и мир, ну, окей, читайте краткие содержания, просто не заставляйте себя делать то, что вам не хочется делать. Насилие — это не выход. И, как говорил, по-моему, Бродский, если я не ошибаюсь, вообще все, что основывается на насилии и на попытках заставить человека что-либо делать, это никогда не заканчивается ничем хорошим. Замечательный тому пример школьные уроки литературы и школьные уроки вообще любой другой науки, которые могут запросто отбить у вас желание изучать биологию или изучать Пушкина, изучать Лермонтова и других пацанов. Да, естественно, можно акцентировать внимание на том, что художественная литература мертва, потому что сегодня ее там слишком много, и во всей этой огромнейшей просто плантации современных авторов трудно найти алмазы-неграненые. Но для этого тоже все-таки существуют определенные площадки, которые акцентируют внимание на действительно стоящих книгах, да, и я сейчас, конечно же, говорю и про свой канал, в том числе. В Инстаграме очень много блогеров, которые этим занимаются. И есть еще одна прекрасная лакмусовая бумажка, это редакция Елены Шубиной, которая каким-то, правда, волшебным образом находит те самые алмазы-неграненые среди множества современных авторов. Безусловно, этот ролик не был бы, наверное, моим роликом, а я все-таки пытаюсь в своем контенте доносить до вас какие-нибудь полезные штуки, и мне хочется, чтобы среди тех подписчиков, которые в рамках голосования, голосование проводила тоже и в Инстаграме, и в своем Телеграм-канале, нашлись все-таки люди, которые подписаны на меня, но при этом, которые тоже считают, что художественная литература мертва, видимо, они не смотрели мой обзор на землю Михаила Елизарова, я опять начинаю пропагандировать эту книгу, заставлять вас читать ее, но все-таки, да, если вам не хочется ее читать, не заставляйте, не насилуйте себя, не хотите, не надо, просто вы должны знать и должны понимать, что художественная литература сегодня не мертва, как минимум, потому что есть масса замечательных авторов. И еще мне хочется в рамках этого видео еще и такую тему затронуть, что, да, Артемий-то может и троллит, но есть люди, которые действительно согласны с этим его утверждением, которые согласны с тем, что современная литература сегодня мертва, что художественную литературу читать не стоит вообще, и мне кажется это, к сожалению, очень грустным. Мне кажется, что художественная литература все-таки, в отличие от того же нон-фикшена, и нон-фикшен, я имею в виду вот все вот эти вот книги, как стать успешным, а не научно-популярную литературу, которую пишут именно люди, мужи, ученые, художественная литература учит вас формировать собственный стиль рассуждения, помогает вам его прям вот обрисовать, облицевать, и мне кажется, что в этом и главный смысл уроков литературы в школе, когда преподаватель, если вам вдруг повезло с преподавателем, как мне, учит вас писать сочинения, учит вас формировать собственные мысли и собственную логику рассуждений. В этом большой смысл художественной литературы. Да, конечно, можно почитать книгу, которая расскажет вам, например, о психологии депрессии. Я такие штуки очень люблю, как вы знаете, и чернила меланхолии, и сейчас бесполуденные мною скоро будет читаться. Но все-таки самое важное, когда вы читаете художественную литературу, это именно ваш собственный процесс в головном мозге, и когда вы сами пытаетесь найти ответы, почему персонаж поступил так, а не иначе, почему он говорит именно это, а не другое, почему он в своих рассуждениях иногда доходит до каких-то пиковых точек, до своеобразного апогея повествования, до кульминации, и почему все происходит по замыслу автора именно так, как происходит. И кофе остыл. Смысл и плюс художественной литературы именно в этом, в том, что он помогает вам, он этот плюс, в смысле, помогает вам рассуждать, помогает формировать эти мысли, помогает исследовать и учиться исследовать, учиться учиться, если хотите. Так, например, читая Достоевского, читая Пушкина, вы погружаетесь еще и в атмосферу той эпохи, когда жили и творили эти авторы. Тоже неустану это повторять. Это чертовски важно, когда вы не просто читаете краткий пересказ, когда вы не просто читаете какой-нибудь анализ или, допустим, гуманитарный нон-фикшн, посвященный Достоевскому, Пушкину, Толстому, не знаю, Маратынскому. Это все очень важно, когда вы делаете это самостоятельно, когда вы самостоятельно копаетесь во всей этой истории, во всей этой эпохальности тех событий, которые легли в основу, ну, например, как в бесах Достоевского, да, определенные исторические события сыграли определенную роль. Не хочу вам спойлерить, я все-таки хочу снять отдельное видео про бесов, когда их перечитаю, тоже, надеюсь, сделать это в этом году. Но, ладно, это все литература. И да, это все литература, как вы могли заметить, потому что канал-то мой именно книжный и посвящен именно книгам. Поэтому, естественно, я как человек, который варится в этой теме, который буквально 24 часа в сутки находится в литературном процессе, находится в книгах и по уши в них погружен, мне было немножко дико от того, когда я увидела в Инстаграме Артемия скрины, которые он репостил к себе от своих подписчиков, и люди там действительно писали, что, ну да, наконец-то хоть кто-то со мной согласился, что художественная литература мертва. Мне было несколько обидно за современных авторов, которых вот чужое незнание просто вот так вот ликвидировало по щелчку пальца Артемия Лебедева, который запустил эту волну, ну такую маленькую волночку тех рассуждений, что худлит сегодня мертв. Это, правда, было несколько грустно, но при этом, при этом я же понимаю, что и я на своей площадке нахожу тех людей, единомышленников, которые со мною согласны, которые также понимают ценность, важность, необходимость художественной литературы, которые готовы ее со мной обсуждать, которые прекрасно восприимчивы к чужому мнению, к чужой точке зрения. И для меня это, опять-таки, является результатом, ну, по крайней мере, мне, наверное, хочется так думать, что вся эта толерантность и, можно сказать, любовь к суждениям и рассуждениям, она возникает именно ввиду того, что человек, который рассуждает, все-таки научен этим заниматься, который, возможно, даже не отдавал себе отчет в том, что, не знаю, Федор Михайлович научил его смирению, или там научил его рассуждать о смерти в той или иной экзистенциальной точке пространства, или там, например, что Бродский научил подмечать его больше деталей. То есть читатель может даже не отдавать себе отчет в том, что это произошло именно из-за прочтения чего-либо. И это нормально, это, мне кажется, очень правильно, да, что художественная литература и не подносится своему читателю как непосредственный учебник, да, это не сборник, не словарь, не галерея портретов, хотя некоторые произведения называют и так, да, я имею в виду Гоголя непосредственно. Но в данном случае все просто. Если вы знаете, что сейчас происходит в художественной литературе, я имею в виду 2019-2020 года, то вы никогда ни за что не скажете, что художественная литература мертва. Конечно, в слово мертва можно вкладывать разные смыслы и рассматривать это слово еще и с точки зрения, что вот, мне ничего в современной литературе не нравится, соответственно, шедевр не написан. Но все-таки, что касается шедевральности некоторых книг, мне кажется, что тут, конечно же, должно сыграть время. То есть время определит, классик Пелевин, например, или не классик, и там уже будет абсолютно все равно, понравилась вам книга или нет. Но, однако же, читать эти книги стоит уже сейчас, потому что есть вероятность того, что непрочитанная книга сегодня вами завтра уже станет классикой, и вы окажетесь у разбитого корыта со своими заявлениями, что художественная литература лежит на спине в гробу, и просто поднося зеркало к ее рту, ничего не происходит, никаких отражений не возникает, ничего. И, правда, это, наверное, ну, лично для меня, опять же, лично для меня, да, потому что я высказываю тут именно свое мнение, это рассуждение Артемия стало, ну, во-первых, конечно же, троллингом, во-вторых, поводом порассуждать на эту тему с вами, и, в-третьих, такой лакмусовой бумажкой для определения тех людей, которые интересуются на самом деле литературой. И еще очень важное замечание, которое я бы хотела в рамках этого толкования озвучить, мне кажется, и сейчас я сделаю такую драматическую станиславскую паузу, я вообще не очень сильно люблю тех людей, которые читают только нон-фикшн, которые не читают художественную литературу вообще. И неважно, говорим мы сейчас про художественную литературу как классику 18-19-20 веков, или про нашу современную литературу. Нет, мне просто кажется, и да, я, естественно, тоже несколько предвзята в своих рассуждениях, но что касается нон-фикшна и книг в стиле «Как стать успешным», они все-таки несколько одинаковые, они как будто повторяют друг дружку буквально чуть ли не пошагово, не построчно. Да, конечно, среди нон-фикшна также существует и научно-популярная литература, она тоже делится на определенные свои какие-то жанры, но когда лично я в этом ролике говорю нон-фикшн, естественно, я сразу вспоминаю всех вот этих Барбар Шерр и тому подобных личностей, типа, как его там, забыла про бедный папа, богатый папа Киесаки. Но серьезно, если человек читает только нон-фикшн, возможно, стоит задуматься, возможно, ему стоит хотя бы попробовать почитать художественную литературу, чтобы не выглядеть несколько посредственным в глазах тех людей, которые больше разбираются и больше погружены в литературный процесс, да. И, естественно, я имею в виду не какое-то снобистское отношение, мол, «Хм, ты не читаешь художественную литературу, черни, иди отсюда нафиг». Нет, я скорее призываю обратить внимание на современных авторов, чтобы не допускать каких-то таких категоричных суждений, которые не соответствуют действительности. Мне кажется, это несколько нелогично, неправильно, и уж тем более в негативном ключе говорит о том лидере мнений, который заявляет, что художественной литературы не существует, и он такие книги, такие произведения вообще не читает, потому что ему, ну, как бы кажется, что это все мертво. Другое дело, если вам это неинтересно, и вы действительно можете говорить, «Мне неинтересна художественная литература, иди нафиг, Полина, что ты мне сюда впариваешь? Давай расскажи мне, как заработать миллион». Да, это абсолютно другая история, потому что интересно и неинтересно. Это действительно является аргументом, в отличие от умозаключения, которое не соответствует действительности. Вот. Как-то так получается. Я поговорила, я высказала все, что думаю на эту тему. Сейчас я попрошу вас в комментариях тоже высказать, что думаете вы. Давайте продолжим обсуждать, давайте продолжим рассуждать. Я прям очень люблю, когда мы с вами в комментариях обсуждаем какую-нибудь острую интересную тему. В данном случае, как мне кажется, это именно такая. Я поэтому жду вас в комментариях для продолжения диалога. Продолжим с вами толковать суждение, что художественная литература сегодня умерла. Ну и я не буду просить вас подписываться на канал. Лучше смотрите те видео, которые вы еще не смотрели. И будем с вами дальше читать вместе.